После того, как COVID-19 отступил, Сочи открыл летний сезон. А в Китае заканчивает испытания новый пассажирский авиалайнер. В Объединенных Арабских Эмиратах дайверы высаживают искусственные коралловые рифы. В Китае власти провели выпускную церемонию в вузах в режиме рассредоточения и онлайн-трансляции. Коронавирус постепенно отступает и в Москве, и в регионах. Так как власти не хотят сверх меры травмировать людей, и так более двух месяцев, живущих в постоянном стрессе из-за эпидемии, было решено открыть национальные здравницы. Первым на призыв принять туристов отреагировал всемирно известный после зимних Олимпийских игр Сочи. Гости не боятся, можно сказать, вируса, да, и как раз-таки хотят моря, хотят отдыха, хотят как раз положительных эмоций, наверное, тоже отчасти поднимает иммунитет. Держали себя в руках с детьми тяжело в квартире сидеть, но мы отсидели, приехали, когда все открыли. Нормально. Многим российским туристам, уже успевшим объехать весь мир, закрытые в этом году европейские и азиатские курорты позволили, наконец-то, познакомиться с отечественными красотами. А ведь Россия есть, и что показать, и чем удивить. Как говорится, не было счастья, так несчастье помогло. В Китае завершаются летные испытания нового пассажирского авиалайнера Си-919, который разрабатывается с 2008 года. Испытания прототипа нового гражданского борта проходили в пустынных условиях в Синьцзяно-Игурском автономном районе, отличающемся сверхвысокими температурами. Машина поднялась в воздух и приземлилась на аэродроме Турфан. Температура на поверхности достигает здесь в летний сезон 70 градусов по Цельсию, а на высоте 100 метров не менее 40 градусов. Любой новый тип самолета до запуска в серийное производство подвергает ряду испытаний, сначала статических, а потом и динамических. При выполнении пробных полетов крылатая машина должна пройти тестирование на предельно холодные условия при пуске силовой установки после ночи, проведенной на открытой стоянке, на предельную влажность, жару и т.д. Новый китайский самолет разрабатывается корпорацией Комак и рассматривается экспертами как конкурент российскому аппарату МС-21, а также Боингу 737 и Эрбасу 320. Это узкофюзеляжный борт, рассчитанный на 170-190 пассажирских кресел. Его преимущество – высокая скорость, более 900 км в час при меньшем расходе топлива, чем у аналогичных машин других производителей. Максимальная дальность полета воздушного судна – 5000 км. Сборочное предприятие С-919 находится в Шанхае. На конец июня 2020 года Поднебесная произвела шесть питающих прототипов. Ожидается, что далее машина уже пойдет в серийное производство. Согласно открытым источникам, портфель заказов на новый борт составил на конец 2019 года более 300 единиц. Предположительно, новое воздушное судно будет стоить 50 млн долларов, в то время как у Боинга и Эрбаса цена колеблется от 70 до 120 млн долларов. В Объединенных Арабских Эмиратах, в Аманском заливе, в Эмирате Фуджейра, аквалангисты приступили к созданию искусственного кораллового рифа. Уникальность крупномасштабного проекта заключается в том, что кораллы, которые до этого произрастали на защищенные делянки поблизости от побережья, высаживают вдали от берега, на расстоянии одной морской мили, 1852 метра, на заранее определенном месте. Тут морские создания, а кораллы считаются одновременно и животным растением, начинают быстро расти в заведомо благоприятных условиях, чтобы в скором времени создать огромный риф и даже, может быть, целый остров. После того, как было подписано соглашение между нами и правительственными инстанциями, они нам выдали те живые кораллы, которые должны стать грибницей для новых побегов. Сначала мы их высадили в портовой зоне, а потом стали переносить частями на новую площадку. Там биосфера очень хорошая, что способствует быстрому росту кораллов. Поэтому всего через полгода невооруженным взглядом видна разница между первоначальными посадками и тем, что выросло. Так мы способствуем возрождению морской жизни. Мы воссоздаем коралловые рифы, которые быстро колонизируют редкие, находящиеся на грани исчезновения рыбы и другие морские организмы. Мы также создаем красивый пейзаж для занятия подводным плаванием. Кораллы существуют повсеместно. Когда они растут, меняется вся среда обитания. В 2017 году руководство Эмирата Фуджейра образовало Центр подводного плавания – Фуджейра Center for Adventures. В 2019 году между этой новой структурой и Министерством по изменению климата и окружающей среды ОАЭ было подписано соглашение о строительстве большого кораллового рифа. Согласно проекту, предполагается создать природный объект площадью в 300 тысяч квадратных метров, что потребует высаживания порядка полутора миллионов кораллов. Реализация замысла займет около пяти лет. То есть на 2020 осталось еще четыре года до завершения плана посадок. Несмотря на затухающую эпидемию коронавируса и возможный приход второй волны опасной инфекции, в Китае продолжается социальная жизнь. В конце июня настала пора выдачи дипломов о получении высшего образования. Так как молодые люди с нетерпением ждали этого ключевого события в жизни, власти решили не отменять торжественную церемонию. Наглядный пример соблюдения всех эпидемиологических норм показал ректорат одного из ведущих университетов КНР – Цинхуа, расположенного в Пекине. Основанное в 1911 году высшее учебное заведение распределило учащихся на небольшие группы по всему университетскому кампусу, чтобы избежать массового собрания студентов-выпускников. Обычно на церемонии вручения дипломов присутствуют студенты и других, не выпускных курсов. На этот раз они имели возможность следить за онлайн-трансляцией по стриминговому каналу своего вуза. Вы знаете, я готовился к этому дню заранее, но все равно так перенервничал, что почти не спал накануне ночь. За четыре года обучения в универе чего только не было, и тяжелая работа, и поражение, ну и успех, конечно. И вообще я очень рад, что, несмотря на эпидемию, мне удалось вернуться в Цинхуа на церемонию вручения. Я очень доволен, что теперь у меня будет хорошая работа, потому что сейчас в бизнесе все очень непросто. Экономика провалилась, а теперь понемногу выкарабкивается. Думаю, что надо продолжать делать то, что делаем, то есть все вместе упорно бороться с вирусом, и тогда мы справимся. На 23 июня в 20-миллионной агломерации Пекина зарегистрировано 13 новых случаев заболевания SARS-CoV-2. И все-таки мэрия столицы не только борется с вирусом, но и делает все возможное для поддержания мегаполисе, нормальной жизни и человеческих отношений в обществе.